Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, прошу присаживаться. Рада всех очень приветствовать на новой площадке обновленной Центра славянских культур. Я рада тому, что именно с сегодняшним поэтическим вечером начинаются первые мероприятия Центра славянских культур на новой площадке. И у нас сегодня продолжение месяца белорусской культуры. У нас сегодня вечер поэзии. Я с большим удовольствием передаю слово ведущему сегодняшнего вечера, заместителю общественной организации «Беларусь и Москвы» Роману Романовичу Чергонцову. АПЛОДИСМЕНТЫ Земля Беларусь В очами озера, глядишь ты у прозристые высенья бёс, ночами, что яблоки падают взоры, зникают по водах, по чёрных разорах, по травах, обсыпанных кроплями роз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Земля Беларуси, зеленые доли, скрыниц твоих чистых над шумной вербой Зачерпнули думки купала и корвас, на кожной стяжинце их песня и голос С твоей журбою и утехой твоей. Подгоманный гору кувань из озюли, зложил Богданович тут яркий вино. И поле, и пушче, и реки тут чули, як тетка спевала, як ману дядуля, як слезы рассыпал Матей Бурачок. Земля Беларуси, ты в краях веснянках, ты в звоне веселок, ты в гусьлях ветров, Ты песня сама, от границ до заранки, от зорок полночных до синего ранка. Ты наша поэма с бурштиновых слов. Беларусская поэтия и беларусская литература – это мощный плащ мировой литературы. Ее лучшие поэты и писатели имеют широкую известность и перейдены на многие-многие языки мира. Беларусских поэтов переводили выдающиеся русские поэты и переводчики. Я их назову основным. Интерес к беларусской поэзии не случайно. Удивительным феноменом, особенностью беларусской поэзии является то, что как бы шли этапы не по одному поэту, а беларусскими-то группами. Вот я бы так разделил. Самое первое поколение поэтов представляли Франциск Скорына, Никола Усовский, Симеон Полоцкий. Второе поколение – Паулюк Багрым, Ян Чачот, Винцент Дунин-Мартинкевич, Францишек Бавушевич, Аллаиза Пашкевич-Тетка. Третье поколение – Янка Кубала, Якуб Колос, Максим Бахтанович, Змитров Бердуля. Четвертое поколение – Петрусь Бровко, Петро Глебко, Максим Танк, Аркадь Куляшов. Пятое поколение – Рыгор Бородуллин, Геннадий Буравкин, Анатолий Вертинский, Сергей Граховский, Нил Гелевич, Василь Зуенок. Представители теперешних поэтов можно назвать Олесь Розанов, Людмила Рублевская, Андрей Хатанович, Татьяна Севец, Виктор Жибуль. Максима, кто совсем не знает белорусского языка, простите? Белорусский язык ближе к украинскому, чем к русскому. Да? А я вот Вас понимаю, а вот на украинском Петра Алексеевича не говорила. Никакой Петер мне ближе. Я бы не сказала. Коли я Вам, коли я буду Вам читать украинский бирж на украинской стиле, то Вы так само его зразумеете. Справа не упыслите. Головное, як подавать, как было зразумело. Я хотел бы, поскольку у нас тема такая широкая на все времена, поэтому мне хотелось бы немножко сказать о совсем давних временах, откуда начиналось. И хотел бы я начать с первой поэмы, крупной поэмы, 1522 года. 1522 год. Никола Гусовский. Песня про зубра. Микола Гусовский написал ее в 1922 году на латинском языке, поскольку это была заявка римского папы, лев X Медичи был такой, папа римский. Он, а Микола Гусовский, был представителем в составе дипломатической миссии великого княжества литовского в Риме. И папу заинтересовал, что это за страна, а более всего его заинтересовал что-то, за зверь такой зубр. И вот Микола Гусовский пишет поэму. Поскольку он был сыном лесника, то со знанием дела рассказал, описал фигуру, повадки, привычки, поведение зубра, охоту на него. И поэма стала очень интересным, объемным произведением о великом княжестве литовском, о его природе, о охоте, о зверье, который водился в то время в великом княжестве литовском. И о много уделено времени и замечательному великому князю Витовту. При Витовте великое княжество литовское было самым мощным государством в Европе. Вы, я хочу кусочек дать этой поэмы не на латинском, а на белорусской более, у пероклада замечательного переводчика Езепа Семяжона, мой любимый переводчик. Ну, чтобы вы при случае могли сказать, да, знал, замечательная поэма, читал, значит, там начинается вот с этого. Сложные слова, если будут, может быть, запомните или пометьте себя, а потом мы сможем в домашней обстановке и разобраться, что эти слова знают. Итак, начинается поэма про Зубра таким образом. Не як у Риме прэстіжмі людзей неизлічонай, святкам відовіща был я бою быков на арене. Люд пацяшався, гудзели як вули трибуны, стрэлыш і копьи упіваліся у цели живьолін, боль причыняюча им невынос. Пакуль мы глядзели, як вар'ятеюць быки, як близкая ярасть спозянка у раненых, гул, выкликаючу цирку, хтось ці сказав, як у нас, назубрыная благо. Я погодзіўшись, і там жоп сваїм асярунці, все рассказав, што і ў нас, ў змагальні затятым, гэтым жаджынам адольгуіць дужага звера. Обратите внимание, што 1522 год, нікаких пушек, нікаких рушей, винтовок і всього прочого, речі йдет о стрелах, луках і дідах, піках. Вот с чем, с чем приходилось выходить, обутіцца на зубра. Прозіцца. Як і говоріцца ўбрыкасы мудры, язык мій, мій шабу ворог, прослухавши ўсё ўзакапленьні, мне загадали адразу ж узяться за працу, каб узпаміны свае, пераливши ўпамер вершаваны, пісні зробіць і пранас, і пра нашу облаху. Бачите, я, межпаэтаў шасовы обранник, вымушан скластьі свой спел об краіне, збагаццем свету жі вольна гауёй, бо ізвергэты цудам толькі шча ў нас захаваўся под зоркой пауночной. Вот такой кусочек из песнь про зубра. Дальше новая белорусская литература начинается с двух поэм юмористического направления, скажем так, пародийно-сатирического. Во времена, в мои школьные годы это, раз говорилось, что это анонимные произведения, авторов не было. Дело в том, что речь идёт о начале девятнадцатого века, первое, это где-то 1812 до 1820 года, в это время земли великого княжества Литерского стали территорией Российской империи. А говорить на русском языке были в то время, так сказать, несколько восстаний, и белорусский язык был запрещён. Писать на белорусском языке было небезопасно. Вот, поэтому только, вот, смотрите, на моей жизни, из анонимных произведений это разобрались, наконец, литераторы и определили, кто же всё-таки написал эти поэмы. Итак, первая поэма это Энеида на выворот, Энеида наоборот. Это пародия на Энеиду Вергилия. Вергилий римский поэт, который жил с 70-го по 19-й год до новой эры. Ну, над этой поэмой почему-то потешались многие, в том числе у украинцев есть, Котляревского поэма, и такого же несколько планов. Вот. Ну, и вот Энеида на выворот, но она, она не повторяет Энеиду Вергилия или другие, она насыщена нашей того времени обстановкой, людьми и так далее, отношениями господ и рядовых людей, взяточничество в частности, там упоминается и так далее. И слово белорусское красивое в Энеиде. Ага, да, очень хорошее, хорошее, красивое. Правда, там особенно в начале много старых слов, которые каждое надо переводить, поэтому я ее не буду повторять. Да, так вот, кто автор? Автором является белорусский поэт, драматург, со Смоленщины Викентий Равинский, 1786 года рождения. А вот следующая поэма Тарас Напарнасин тоже здорово сделана быт, отмечает быт жителей того времени на территории Белоруссии. Вот кусочек я не могу вам не произнести. Си знал, кто с вас, братки, Тарас, что поляцовщикам служил, на путевейшем, по-насамам, для лазни близко жив. Что ж, человек был грахман и горелки в губу он не брал. Зато я в лазце был у пана, пана его душа шановала. Любила то, что Тараса и пани и войн ни разу не сбрахал, зато ее болото сранья до самой ночи пить. Чуть золо стрельбую на плечи, заткне сякером за пояс, за все ты ходить в горы стерекчей и птушек бить взруша. Тараса, ходил темного и он темного, да и только нечто один раз бедау воры его споткал. Воя казал нам Сан Тараса, на самого козьму датья темя, да, поишел я бить тетя руку, устал я нечто дужа рано, сдается спершим петухом, иду сабе подем ногу, алина пень крыху присел, а что плоп-плоп, через дорогу я бы сам тетя ру взлетел, сглажился стрельбой клякся, не память, крамзель с друга, не пекеть, глячу, а вы заели валясь я хьёсь хоромяна медведь, хоть не трусливая дятина, али затрос як осина, зубом як цютька лапачу, аж бачу, зломана лясина, и узду, дай-ка ускачу, скакнул нетрапы, поселезнулся, и у яму старчак фоу глячу, летел, летел, як разогнулся, астала зелену вачу, летел тимдок, долга я тимала, того нияк не у землю, али уже ладно расцветала, як я свалился на землю, устал в земле, блакатился, отбыл, бэл хразе як свиня, и долго сам сам делился, дзянь пынулся в это я, рукой поскропши, клявуха достал с кишени роговей, и храпы напихал тяртухой, бог жоня нюхал целый день, ну и так далее, так далее, это великое, мы все не прочитаем, тяртухой, поэтому 8, я прошу просто свернуть увагу, на кольки, ну, скажем так, нам заразумелы, нам понятен этот язык, да, нормальный язык, для белоруса вообще замечательно понятный, нет никаких даже, ну, за исключением там, роговей, это, куда, табак с, засыпали нюхательный, вот, ну, идем дальше, идем дальше, пришло, пришел 20 век, пришел 20 век, и нельзя не сказать про замечательного мальчика, юношу, Максима Богдановича, человек, который прожил всего лишь 26 лет, но оставил, жил в России, в Ярославле, из Ярославля освоил и белорусский язык, и писал стихи на русском и на белорусском языке, и писал замечательные стихи, в чем учили многие и как песни, и как стихи. Вот я часто, когда просят сказать, как звучит белорусский язык, я привожу триолет Максима Богдановича. Мне долгое расстанье с вами Чарней от ваших черных хоз. Чему недобрый лес Принес мне долгое расстанье с вами? Я сам с чарнем от горких слез, и триолет почал словами, мне долгое расстанье с вами чарней от ваших черных хоз. Замечательное звучание, или совсем такая зарисовка. Вчера счастье только глянуло не смело, и развеялись окмары с вручных дум. Сердце чувое им лело и болело, радость душу мне шабило быть самцом. Все жить все теперь как легкое завея, книгу от горлев, а не могу читать. Я взравилась, что покахал тебя, Вея, хеба знаю я, ты на что мне знать? И одно еще хотелось бы на днях буквально, что-то я не обращал внимания раньше, как-то читал Багдановича, а на нашем молном вечере, когда разговор шел весь вечер о баснях, я нашел басню Багдановича. Багдановича. Здесь для русских подобен, подобен похоже, да, это понятно. Грозьба, когда грозится кто-то, да, грозится, угроза, угроза. Да, ну и надо засоромившись, это застеснявшись, да, слово, застеснявшись. И есть очень серьезные слова, о котором будем отдельно говорить. Белорусский язык и русский отличаются, ну, различий много. Если судить только по словам, да, то, ну, во-первых, многие у слов меняются, у нас разный род, да, например, кофе, в русском, у нас кофе, а у белорусов женского рода кофе, кофе, ну и так далее. Но есть слова, которые имеют противоположный смысл. Например, слово благо. Для русского человека благо это прекрасно, а для белорусов это означает плохо. Благое. Благое, плохо. Кстати, когда непонятно, почему в русском языке это обозначает что-то хорошее, потому что те же русские люди говорят ругаться благим матом. Как это можно? Прекрасным матом. То есть благо, искомно славянское слово, это благо пречи. Итак, басня Ворона и Чиж. Прыгода гэта не так давно была. К Чижу, а селы ворона не так немая, ворона подступая, скажи, те подобно до орла. И бачить Чиж с гэта склят склят и склят и склят склят и с ласковой грозьбой прокар кала ворона и полетела стуль до лёв. Всё это бачить селился вярабей. Браток, чиж ты бачить немаяш, орло ворону называешь. Засарамин шыся, чиж так бачить казаць, я гэты не зарабил благого. Дай бог орла вороной не назвать. Ворону жару ничего. Пусть такие байки. Так, идем далее. Ну, по поводу вот этих разниц есть особенности. В смысле, к сожалению, у нас нет переводчиков, которые ожидались. Сейчас подойдут. Придут? замечательно. Значит, есть серьезные сложности при переводе белорусских стихов на русский, говорят даже переводчики, что переводить с чужого совсем языка, германского, английского и прочих, на русский язык легче переходить, чем с близких языков. Особенность белорусского языка, что в простых житейских словах очень много разных вариантов. Их надо перевести такие слова белорусские на русский язык значительно сложнее. для примера я могу привести слово открыть, открыть, да? То есть во всех, вот несколько слов скажу, на всех случаях при переводе белорусских слов это все будет открыть, у нас их много. Например, расшинить вестницы, открыть калитку, адаптуть двери, открыть закрытую на ключ дверь, или на замок, да? Разблющить вочери, открыть глаза, разявить рот, да? Понятно, разява. Разгорнуть книгу, или разгорнуть парасон, книжку или зонтик открыть, выкрыть заговор, открыть заговор какой-то, да? Выказать душу, открыть душу человеку, вот, поэтому есть много сложностей. Или, к примеру, слово у нас любить, есть любить, любить, и есть любовь, и есть слово кахать. И вот живая ситуация просто. молодая поэтесса, или поэт, на учебе у мэтра поэта, он привык, что все девочки, которые хотят стать поэтессами, влюбляются в него. А одна поэтесса, а то худшая, не нам отяжь, пишет такой стих, на ваше ты, сказать вам ты не смею. И коли позерк позерком ловлю, як птушанец полоха на немею, я не кахаю вас, я вас люблю. Светла, что подарили, не растрачу, из ширых слов николи не сгублю. На что зурба у теплых зрелках ваших? Я не кахаю вас, я вас люблю. Как это перевести на русский язык? На русский язык это... На украинцах тоже есть кахаю. Идем дальше. Так, у нас уже можем, да? Переводчик. Потом, да? Дальше я не могу... Когда-то мы в Беларуси и Москве сделали вот такую книгу, напечатали «Молодая Беларусь». Видите, она, слава Богу, здесь есть. Есть. я хочу сказать, рассказать, что восхитительный, замечательный поэт Янка Купала, кусочек, если можно напомню вам, ну, много разных замечательных стихотворений. замечательная есть поэма Кургана. Кургана. Эпическое такое произведение. по меж пусток болот белорусской земли на узбереж жираки шумно-течной дремли памятка дзен, что мне быт утекли у Дерванелы у Выхак вековечный. Дуб галё распустил коронавский над ем, сухозелье у груди упилося, ветер стогня над ем уздыханьем глухим, обминучший в песнях голосе. На купальне там птушка садится пее, упили полку волк небом немовые, солнце днём распускает там косы свои, ночи как ночи зоры глядять золотые. Хмары небом стилали мо тысячу раз, перуны били с краю до краю, и он стоит, это память людская показ, только гутар как ходить такая. На горы на крутой, на обвитой ракой, лет назад там у сотня тя болей, белый хор стоял недоступной стяной, грозно-думно глядел на приволье. У ногах у его растелався обшар хвоя гонких и паха нечёрной, сонных вёсок шары, хат обшелых як мат, хат сямьёй душ подданных покорных. Князь у хора не жил, славный свет у вся недоступный и грозный як хора. Кто хотел, не хотел, бил поклоны ему, спуск у ласки не знам непокора. Из неважа катавал я с дружиной своей, стражи князей в поле и дома, только мог выросли небу в сердцах людей, и парклядься росло покрыёма. Ну и интересная дальше идёт поэма это, но у нас Сергей, готов? Или побольше? Это могучий, но я не пожалуйста в этом. У нас замечательный гость, большой друг белорусов и белорусов Москвы, и белорусов вообще. Он руководитель международного фестиваля славянской поэзии, поющая письмена. Он издатель, придумщик и издатель вот такой книги. Тут целая серия славянская поэзия и удивительная то, что здесь его придумка делать на языке оригинала и перевод на русский язык. Вот это настоящее знакомство с поэзией. А ещё стульчик мой, ну что мне оставить? не подниму. Подниму, да. Подниму, да. С не начнём. Немножко опоздал. Чуть-чуть. Кругов восемь сделал вокруг, чтобы найти место. Машину поставил. Тут невозможно. халюбаски. Да. Сергей Иванович. Это самое. Ну вот такая серия билингвальная славянская поэзия я задумал лет 20 назад и так лет 20 на и потратил жизни немного на всех славянских языках. Она объединила 20 веку правда. Антологии поэтические. Первая была вышла в 2001 году с Македонской начали, а потом вышла белорусская, сербская и так далее польская в конце вышла. Вот. Они все билингвальные, двуязычные. Финансировало Министерство культуры и мне пришлось выдержать очень большую борьбу, потому что зачем на двух искать два раза толще и два раза дороже платить за летят. Поэтому долго меня это самое. Но я упирался целый год боролся и все таки убедил, что надо делать пилингвальные, двуязычные, потому что язык оригинала важен и перевод на русский язык как 300-миллион аудиторий. Это уже транслируется. И во всем странах очень хорошо было воспринимано и в первую очередь дорогой нашей Беларуси. Это самое включилось и вы по-моему участвовали активно и Любовь Турбина известная переводчица Олесь Кожедух у него 16-го числа будет в посольстве вечер по поводу его новой книги. Он приглашает приходить. Просил меня это сказать. Вот это самое и там можно будет пройти в культурную цель. Да. Асосстанция. О, асосстанция. Да, это я плохо не говорил. А во сколько это будет? А, а во сколько вопрос тоже интересно. В программе. Возьмите программу недели, то есть месячника белорусской культуры там написано. Вот это? Это нет? Нет. Нет. 18-й месяц. Ага. 18-й месяц. Может быть, я просто вначале компьютер. Ну, скажите. Да, в компьютере есть, да, я так не помню. Посольство Белоруссии. Да, в культурном центре там, на Моросейке. Моросейке как в 13-й месяц. Все, в 17-й месяц. Спасибо. Да, и вот я немножко рассказываю. Значит, с этими сдавойки белорусской. Она прекрасная. Здесь выходит интересная история. Когда в таком ряду встает поэзия какого-то народа, то появляется идея. Во-первых, внутри, когда в антологии, мне начинается некоторый ажиотаж, все хотят попасть в это живущие. И начинается. Я говорю, но если у вас есть что-то на уровне Янки Купала или Стрецова, давайте я с удовольствием поставлю. Сразу успокаиваемся. Вынесите. С удовольствием положим рядом и, так сказать, сравним с классиками, если у вас вы достойны. и, в общем, в этом смысле все спокойно. Отбор делали серьезный. И около семидесяти поэтов лучше здесь представлены. Можно взять в библиотеке есть это книга. Но еще потом, когда сделаешь антологию, то она в таком ряду в одной серии. стоит рядом с сербской, польской, болгарской и так далее. И здесь, как бы, так сказать, на весах вешается значение поэтической уже целом роду. Можно сравнить. я хочу сказать, что просто несколько штрихов, в отличие от других. Вот белорусская поэтия, она одна из самых ревичных и мелодично-музыкальных. Одна из самых на фоне. То есть сравнивать там Баггаровской, Северской, Чешской и так далее. Вот. И очень много достойных имен. Там более молодых так вот из Трецопа Евгения еще знаете, рано погибшая. и СУС и так далее. СЫСПА. СУС. Ну, это самое. Тоже ушедшие из жизни. Здесь я не буду читать, наверное, переводы отсюда. Вот. Из этой антологии. Прошло с тех пор, как мы сделали уже 15 больше лет. Хотя несколько раз допечатывали. И все время большой спрос. Такой небольшой, я бы сказал, все время вот такая все время требуется где-то. Все время ее кому-кому-то нужна, поскольку это не такая литература, как и детектив, как и массовый читатель. Там все время есть устойчивый какой-то спрос идти, интеллигенции, интеллектуалов, которые интересуются литературой. Вот. И мы недавно с Королюкевичем и с Патаком поговорили и решили, что настал момент, плохо слышно? Не, 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 настал момент, сделают, как говорится, сфотографировать, просим. А, сфотографировать? Нас? А, можно сфотографировать вот на этот, на вот где-то. Да, это самое. Что настал момент, сделать издание переработанное до полу. Поскольку кое-что так же все-таки пропустили и появились новые имена некоторые, которые достойны чтобы уже попасть в новую антологию. И вот мы об этом я попробую из этого могу что-то прочитать из нового. ну, во-первых, во-первых, мы когда первое издание делали, потом так и да, вот единственное из предыдущей плеяды по этой первой половины и середины XX века, кого мы пропустили это Василий Гадулько. И вот, конечно, его надо будет дополнить, ставить эту антологию, ее восьмой и вот специалисты подметили самое, вот Бронислав Причат прислал прекрасные переводы, мы дополним новый тон Гадулько, ну вот, слабо был представлен в первом томе Олег Рязанов, Лепневич, Валера сделала, знаете, такого, тоже декущего переводчика, новые переводы, которые тоже дополнили, вот, это самое, а из имен, которые уже более молодые, не попавшиеся, не попавшиеся, ту антологию, так сказать, Оксана Спринчан, такая прекрасная поэтесса, мы решили ее вставить в эту новую антологию, которая будет выходить в ближайшее время в переводах Валера Рязановича, ее переводил, да, и Мария Кобец, вот они я бы немножко, вы слышали что-нибудь о Марии Кобец? А вы прочитаете? Да, ну, ее переводил не я, а переводила Люба Торпинат, вот, но несколько сот. Если вы хотите в оригинал или на белорусском, то я попросил бы коллегу почитать, если вы хотите перевод, я его... Вот, перевод. Хорошо. Нет, как вам удобнее, слушайте. Хорошо. Вот, можно было учить. Сом, в раздумье радостном весны и в майском гуле беспокойном мне снятся радостные сны замницы между веток хвойных. Мне снится лодка на реке седой легенды облачения, моя рука твоя руке, воды, неспешное печенье и нежный шепот вешних трав рассветом розовым напетой. И ты при всем ладонь держал во сне теплом твоим согретом закрой 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 давай-ка внучка церкву оставь передину сама уж скорая девка учись как катери дно станок посиди хаты древесно-золотой да не гляди предвзято садись трой ногой челном держи рукой вот так забрось сюда прижми прижми потихоньку полно не натвори беды учись усердно выучка узор не нарушай желание примерно смотри не поспешай ложатся нитки гладко и выпущен из рук чернок уже так хватко снует под пердом стул красный снова учила чтоб плотно что плотно чтобы плотно цвело из куслицы на диво была на все село лотки с узором розов ровным скатерки ручники и рукопроводным заботливым таким так все легко давалось да не смогла одну садкать как ни старалась судьбы своих и рукопроводным правдой 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 истины правдой истины единство души сущности смел и познания вселенной где мы к дому ушатки не жить сколько ошибок истина 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 господи сколько между нами вранья сколько беды порождает монеты лошадь и мел спирует ножи тороп на крови среди мы беспросветные и осквернение святейшим и мши только не это не только не это стежкой голгов если близких чужих хватит и сил у земных парапетов господи милой ушаткой межи лишь бы не сбиться лишь бы не это ну это слабое представление от воли но она действительно хорошая политеза у меня должна в России в скором времени выйти книга и мы это самое увидите мы ее обязательно подарили в библиотеке но а это самых других авторов которые достойны представить артологию так все обсуждали это вот такое поколение около сорока лет уже у которого вышло понедлоку книг это Татьяна Севец слышали не слышали вот такое значит Юрий Олейченко вот я потом из них прочитаю так Олеся Емельянов Шилович Магайд Алтышкевич А в Белоруссии они известны они публиковались они публиковались и в издательстве художественной литературы Мастерской выходили книги не не получать не любви вот Алексей Артемов не от 30 до 40 уже каждого вышло по 2 3 книги и они по 1 и сейчас я вам прочитаю несколько педотворений и за творчество переводил. Вот тут я и сам это переводил. Со своей переплаты. Да, 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 я свои переплаты. Например, образец творчества Алексея Артёмов, 91-го года рождения. Там густой синевой отливает вода, Словно в веку ищу я дорогу туда, Где река изъяваясь струится змеёй, И меж сосен царится поведенный покой. Там огни розовеют и светят во мгле, И рыбёшка мелькает в крутой бы и быстрый дне. Там былой лавнинку с печальной судьбой, Там не так-то и просто остаться собой. Там забытые хаты, поезды и могилы. Умереть там легко, но выжить нет силы. Ещё одна ситуация памяти струится. Она мне понравилась. Пессимизм несмойственный для современной... Вообще белорусская поэзия, надо сказать, минорная. Она вообще вся минорная. Это правда, зато. Мажорно. И песни, и поэзии. Впрочем, как и в русской тоже. Если сравнивать, вот украинские повеселее. У них там беда, но они во всём веселятся. Да. Это юмор и роли. В памяти Стрельцова, ты сейчас сравниваешь так украинскую и белорусскую музыку. В памяти Стрельцова. Ждёшь день, ждёшь два, а год в минуту. И в твоего рода стало и тепло, а глянешь – ледоход. Услышишь музыку весны, она тебе поёт. И забываешь про печаль, и старый бед щаёт. В лучи танцуют венский вальс, и свет дрожит в окне. И музыка весны гонит тебе, себе, тебе. И зазывает вновь к себе в край детских чистых снов. Там доброта черпит круг, и ты свободен в нём. Там пахнет тёплым молоком, и шёпот над травой. И мама не болеет там, и дед ещё живой. И светлый, чудный, дивный край зовёт тот ледоход. Ты просыпаешься в ночи, на лбу холодный пот. Кто ты, неведомый чудак, мечтаешь ты о том, Искатель музыки весны здесь, в шуме городском. Я сам такой же, как и ты, на всех судьба ведёт. Там, где со снастью уйти, нас дед давно уже ждёт. Вот ещё второй, очень достойный Олеся Бородовский. Молодой автор из города Ивановского района. В моём мозгу, как будто снов заполыхал. И дуб старинный на окоп, листвою зашуршал. И колючу был напоём, окоп сполна. Зашло, не проклят, так был он, молчит луна. Нет неизбежных страшных тракт кровавой сечи. Стоит окоп, а в нём солдат уходит в вечность. Вот он со взглядом неземным, уж на пригорке, Не излечит лица войны, но вкус тот горький. Вот он поднялся от земли, святой и голый. Как ангелы поют шмели, им вторят пчёлы. Уносит время, как река, от лет тех давних. И только поспорт горький. Услышишь траву. Вот такой вот. Отлично. Сергей, что пришли поэты? Не надо ещё разобрать. Сейчас. Сейчас мы их пропустим. Они так отпустим? Да. Поэты у нас меньше на разговор. Но успеют, дождутся их в Солженицевском центре. Галя Килингова и представили. А Галя Килингова – это тоже народ. Это открытка. Её бывший классный. Вот. Это садка. Ну вот. Я, собственно, почти всё и сказал. Будем представлять новые имена, наполнен книгами. А то, что фестиваль, вот этот «Солянский», который уже год забывает, и в этом году будет. У нас всегда бывают гости и поэты из Белоруссии. И от Белоруссии, Болгарии, до Польши, Хорватии, Сербии, чем нам нужно и так далее. И в этом году будет. Это будет последние недели, вот, в мае. И здесь мы устроим вечер обязательно. Здесь? И здесь будет вечер. И в Пушкинском музее будет вечер. И в Музее Толстого. Это вы же делаете? В Твери. Раньше нет. Да. Раньше всегда это первые восемь делали. Семь. Делали в Твери. Но устали мы друг от друга. И мы в Твери. В Твери это раз. В прошлом году делали в Коломне. Прекрасная Коломна. Очень хорошо прошло. А в этом году у нас три. Так что всех приглашаю. Если к вам будет, то в мае уже. Трудный сосуд. Где-нибудь это описано. Будет. Где можно найти расписание. Информацию? Да. Мы дадим, ну, как раз. Как вам так. Как по сути. На моей страничке в Фейсбуке будет. Будет. Я постараюсь независимой газете дать. Потом здесь, на сайте. И будет на сайте Белорусов Москвы. Да. Информация будет. Ну, и Роман Романович. Ну, и Роман Романович. Может, проводник. Да. Проводник. Дождется вас на день. И будет. Замечательно. Спасибо. Запомните это имя. Сергей Клавюк. Очень хорошо. Спасибо. А сейчас слово предоставляется Елене Пестеревой. Поэт. Что было? Не было. Не было. Не было. Не было. Не было. Не было. Добрый вечер. Сейчас мы включим. Да? Что было? Что было? Да? Да. Распорим. Добрый вечер. Собственно, подель нас дождался уже. И даже выдал нам все, что хотел выдать. Мы можем туда вернуться, можем не возвращаться. Прошу прощения за опоздание. Мы как-то так решили, что сначала я как-то так решила, что сначала, видимо, посудить дружбу народов, потом присоединиться к вашему предприятию. Потому что под горочку бежать удобнее, чем в обратном направлении. Да. И получилось она неплохо. Я хотела почитать несколько переводов современных белорусских авторов. Я переводила четверых. С переводами Олеси Рязановой как-то не задалось. И для себя выяснила, что современная белорусская литература мне понятнее, ближе и легче дается. Я, в общем, очень благодарна этому занятию. Я бы, наверное, не стала заниматься переводами никогда, если бы мне в 2010 году не попались стихи «Югаси Каледы», которые очень отзывались моему тогдашнему душевному состоянию. И очень меня поддержали, и по-своему вынимали меня из какой-то глубокой личной трагедии. И мне удавалось отвлекаться. Это первый был опыт перевода, и по-прежнему дорогой мне. Часть из них опубликована в новой юности, и их я читать не буду, потому что их можно найти. А часть не опубликована нигде, и вот эту не опубликованную как раз по полоку я хотела прочитать. «Югаси Каледа», она живет в Гомеле, в какое-то время нашел в Атминске, современная белорусская писательница Прозавик поет. В первом стихотворении используется в качестве эпиграфа куплета из народной белорусской песни. Он звучит так. «Ой, выйду я на тот ганок, Циньедзе мой каханок, Айоньедзе, а я бачу, Вин смеется, а я плачу. Сквозь сосен канвул и берез кружева Я вижу, я слышу, он едет, Любимый, единственной долей судьба, Так долго блуждавшая где-то. Уже разгоняют у ветра облака, Минутка осталась не больше, Луна осветит неподвижный оскал Улыбки незнающей кожи. По черным аллеям он правит коня, Усердны дождили с тобою, И я почернею, как только меня Подхватит любимый с собою. Ни в доме укрыться, ни садом уйти, Любимый, как вихрь, несется, На бледном коне в беспросветной ночи И так неприкрыто смеется. За то, что отчаянье я дозвалась, Накликала ливни и грозы, Стоять на крыльце, ожидая свой час И прячу за песнями слезы. Вот такая вариация на тем Жуковском. Все ее стихотворения, кроме Кахана, Не имеют названия, я так их и буду без названия читать. Питаешь страх печалью и свободой, Малютка страх растет в твоих заботах, Покуда, наконец, окрепшим страх Сожмет хозяина в стальных когтях. Сомкнув ряды войска на бой привычный, Ведешь и сам себе теперь добычи, Вот враг твой окровавленный затих, А ты в бессилье дуло опустил, Расстроган со страданием и болью. Так что же ты не насладился волей, Когда твой страх подстреленный, Визжал, но когти цепкие вокруг тебя прожал. Окон на храм большие пальцы Натягивают свет нескоро, Обводишь взглядом, словно пальцем, Обоев сложные узоры, Как будто подбираешь коды К неясной и скупой записке Коровок божьих прошлогодних, Чешуйки нежные и спинки, И меру тиканьей для сердца Нарежет стрелками будильник. И вот их смех знакомой смерти В извивок сдвинутой гордин. У нее есть сюжетное стихотворение, Единственное сюжетное, Она вообще очень малопишущая автора, И стихов у нее мало. Сюжетное сюжетное будет вам звучать. Журнальчик мода, Много приятных вещиц, Увесистый телефон колотится и трещит, Знает она, что услышит, И трубку не поднимает. Мы видели его с этой, В белом плаще, С Захарова до Комаровки они Ехали на трамвае. Розы дольше стоят В подсахаренной воде. Мы видели их не единожды, Знаешь, поди, Они улыбались и переплетали руки. Сигнал аппарата, Не умолкая, будит, И страх вытекает Из круглых дырочек трубки. Солнце садится, Звольниц пустых графит, Едет трамвай, На серванте хрусталь звенит, Радиоточка транслирует Бравые гимны, Осыпается календарь. Он приходит, Обедает, спит. Он твой муж, Он ни в чем Пред тобой не повинен. Духлую рыбу Видела нынче во сне, Тюлевая занавеска Путается в окне, Давят виски, Невралгия взбивает вихри. Со службы он вышел в три, Перешел проспект, Садился в ее машину С открытым верхом. Грампластинка, Музыка для души, Вильюры, атлас и хлопок, И крептышин, Капроновые чулки, каблуки, Палантин шифонный, Швию нерадивую ткань Начинает душить, Тарахтенье подушкой Накрытого телефона. Фарфор и стекло, Керамика и фаянс, С его юбилея розы Так долго стоят, Она сидит, обессилев, В кресле и встать не может. Страшно хохочет, Сувенирный паяц, Свежую моду Опять принесла почтальонша. Голубь сорвался с карниза, Крылом захлопал, Глядеть за окно день за днем, Не сказать ни слова, Под одеялами черными все Спят в деревянных ложах. Не снялось даже с мылом, Распухли суставы снова, Вот она курит последнюю, Форточку на дорожку. Ее фамилия Голяда или Коляда? Каляда. А, Каляда. В белорусском языке Акалья. Во всех случаях, Когда вы слышите фамилию белоруса На русском языке, У которого О на конце, Это извращение. Ну да. По правилам должно быть так. Поставим чуть-чуть. Кончится ночь, и энергии мира Вздрогнут и двинутся с прежней силой, И разрушает безмолвие грубо, Рокот, молекулы, ропоты, ругань. Город грохочет дворов требухою, Мокрой дорогою, крыш шелухою. Город заборов шуршит переплетом, Белыми шрамами от самолетов, Черную грязью крутого замеса, Лесом за трассой. И виден за лесом город, Короткой закованной цепью, Кровообращение бессмысла и цели. Выпадет шанс, Разум даст тебе фору, Выбрать материи, новые формы, Стикс миновать, Повернуть на попятный, Что-то удержит. Любовь, вероятно. Сначала решишь, Что любви этот город не стоит. В потемках, разбавленных Маслом фонарным прогоркшем, Зеркальной громады домов, До обоя-ребоя, Докучливый ветер себя Предлагает прохожим. Внезапно шалеет, Крепчает, Рвется впустую, Пощечиной звонкой От нежности Острой ударит. Ты, вздрогнув рукой, Прикрываешь ожог поцелуя, И влагой соленой Течет по щекам Благодарность. Не больше, чем иллюзия, Печаль, Как будто жизнь Отравлена минувшим, Еще не поздно Новую начать, Пройти до гаража Двором уснувшим, Машину отогреть, Прервавши сон, Оскоминой кофейной Изиотой, На трассе разогнаться До двухсот, И не крутить руля На повороте. Ну, что там? Минорная, да? Ну, минорная поэзия. Что ж тут сказать? Людка Сильнова. Людка Сильнова. Она, ну, тоже Людка Сильнова. Белорусская поэтесса, Писательница, Прозаик, Критика. У нее вышел Сборник эссе Критических. Она работает В Национальной библиотеке Белоруссии В Минске. Я, ну, как-то очень Приятный, Драбо мне человек. Это стихи из одного Из сборников. У нее вышло несколько Поэтических книг. Они очень маленькие. Такие Поэтические миниатюры. Камень. Ты, камень, Богу дорогой. Господний Замысел Такой. Круги. Как брошу По воде. И все. И нет тебя нигде. Все нашел. Как-то тоже все минорно-минорно. У-у-у-у. Сейчас такая атмосфера. В миноре. Первая строчка в оригинале Это Сталость сестра. В смысле, это Прошлое. Это то, что было, стало, и устоялось, отстоялось, и осталось в прошлом. Искушение переводческое перевести, так как это старость сестра была огромна. Но, как-то я обсуждала это с автором, и мы удержались от старости. Зрелость. Зрелость. Это возраст сестра. Это твердый янтарь на ладони. Слышишь море, ласкающий шепот воды. Помнишь шум? Помнишь ветер над морем? И кроме бился крик, то ли птичий, то ли встревоженных душ молодых. Это возраст сестра. Это твердый янтарь на ладони. Очень короткий цикл из трех крошечных стихотворений весенних. Уточки парой плывут по воде, Будто рисунки, контур грудей, Трепетный образ женской груди На гибком теле реки посреди. Небу навстречу в тысячи тонн Рега распахнула одеждой бетон. Прочь ожидания, шепчет она, Грязью так пахнет. Эта весна. Перегибаясь за парапет, Я нарисую мысленно зет. Главная участь видится мне Пыл возрожденья, мщенья зиме. У стихотворения есть подзаголовок о поэтессах, А называется она при этом «Мальчик, живущий во мне». Я день рождения с радостью встречаю, До полночи в пучину слов ныряю, Зачем же мне быть замужем, замужем? Я смоглый мальчик с дюжиной жемчужиной. Наста Кудасова, Анастасия Кудасова. Она из города Рогачев в Маминской области. Автор трех книг стихов и последняя книга, «Мое невомовление» в 2016 году Получила премию «Книга года». Такая большая белорусская премия в литературе. Прорастание. Прорастаем насквозь расстояние Дней немилостливых черноту, И могучее, как смерть прорастание, Распускаться молодыми листами, Пережитые легко отряхнув. Так ни нежности не нужны, ни ласки, Легкокрылому, как ветер, листу, Скинув тело трусоватую маску Серым ябором, кедром ливанским, Я уже в любой земле прорасту. На все святыни псам, мышам и жабкам Баюкают, пускай, их мягкой лапкой И держат ветер выдохов и вдохов По кельям ветвям у стволов монахов. Ты осень к осени клади тихонько, Да приди, ох, снежинкой на ладони, Стихом сырым, последней земляникой, Распятой в каждом дне. Гляди, гляди-ка. Наверное, одно стихотворение Насты И одно Марийки Мартысевич. Они оба крошечные, и на этом я пойду. В ноябре листопад, и, конечно, Листы и листы, и все тридцать начиснится, Горняя высота. У меня только ветер и ты, Мой единственный тыл. И, неважно, гремела свадьба или война, Как ни странно, из истин Выжила лишь любовь. Все дороги сюда приводят, Ну вот он, Рим, На крутом берегу, В самом сердце больших дубов, С нами нашими судьбами В нашем Днепре, говорит. Спасибо большое. Елена Вестерева. Спасибо. Спасибо.